Монголия И представляет собой пустыню на юге. Здесь обитают самые выносливые виды животных. На горном плато высотой полторы тысячи метров над уровнем моря вы не увидите облаков. Это край безупречно синего неба. Дикая Монголия. Страна окрайностей. Выжившая в пустыне. Монголия находится во власти горной системы, расположенной в тысячах километров. Ямалайи создают дождевую тень, которая простирается по всему Китаю и достигает юга Монголии. Дождевые облака едва ли могут преодолеть барьер высотой более девяти тысяч метров. В результате более трети территории страны находится в заложниках у крупнейшей пустыни в Азии – Гоби. В переводе ее название означает «засушливое место». В год здесь выпадает менее 20 сантиметров осадков. Монголия. Пустыня Гоби. Площадь Гоби почти в два раза превышает площадь штата Техас. Опустынивание означает, что территория Гоби в Восточной Азии продолжает увеличиваться. На три с половиной тысячи квадратных километров ежегодно. Возвышенность Гоби означает, что в течение года температура может колебаться от 45 градусов жары летом до минус 24 градусов зимой. Несмотря на такие условия, в Монголии проживает множество удивительных животных, уникальных, как и сама страна. Каждый вид сумел приспособиться к засушливому климату пустыни. Но это отнюдь не облегчает жизнь в регионе. Экстремальные условия делают Гоби одним из самых тяжелых для выживания мест на планете. В ноябре ветры из Сибири на северо-востоке приносят в Гоби основной источник воды в виде снега. Но суровые ветры пустыни сметают снег, не давая ему долго задерживаться на месте. Монголия – страна кочевников. Возможно, один из самых редких представителей – двугорбый верблюд или бактриан. Летом они могут странствовать лишь от одного источника воды до другого. Но зимой снег дает им больше свободы. Но и здесь не обошлось без подвоха. Поедание снега в больших количествах может привести к смерти. Поэтому они едят снег небольшими порциями в течение дня. Они приспособились к ограничениям, живя в Гоби. Их почки и кишечник впитывают воду гораздо эффективнее, чем организмы других млекопитающих. Когда они выдыхают на холодном воздухе, водяной пар задерживается в ноздрях и повторно впитывается. Ни капли воды не тратится впустую. Может показаться, что верблюды выглядят нелепо среди снега. Но есть версия, что предки этих необыкновенных животных жили в арктической тундре. Все, что кажется идеальным приспособлением для выживания в пустыне, может быть также использовано на снегу. В нижней части лапы у верблюда два мясистых пальца, которые упираются в широкое копыто. Это не дает верблюду проваливаться в снег или песок. Жировая прослойка на стопе защищает животное от экстремальных температур. Три века и два ряда ресниц защищают глаза от попадания песка и снега. Ни один, а целых два горба, состоящих из жира, помогают ему выжить в отсутствии пищи и воды. Верблюды гораздо более загадочное животное, чем принято считать. Во всем мире верблюдов называют кораблями пустыни, из-за их способности преодолевать большие расстояния с ограниченными ресурсами. И по сей день они используют свои навыки. В зимние периоды верблюды постоянно проходят по пустыне большие расстояния в поисках пищи. Это стадо состоит из самок и детенышей, которых ведет вожак-самец. В холодный сезон наступает любимое время для самца бактериана. Период гона. Вычурная поза этого самца – попытка привлечь самку. Он использует хвост, чтобы распространить свой мужской запах, который также помогает отпугнуть других самцов, претендующих на его самок. Вероятно, этого будет достаточно. Бактерианы вступают в схватки лишь в крайних случаях, сберегая драгоценную энергию для того, чтобы порезвиться с самками. Со стороны самок интереса пока нет, но сезон только начинается. Совсем скоро отчаянные заигрывания дадут плоды. К концу апреля большинство самок приносят потомство. В пустыне почти наступило лето, и многие из пустынных жителей пробуждаются от зимней спячки. С наступлением ночи в Гоби температура падает. Холод заставляет многих животных прятаться под землей. Другие же обитатели пустыни под покровом ночи выходят из укрытий. Сова пользуются темнотой для охоты. Насекомые вступают в схватки. Рогатая гадюка осезает воздух в поисках добычи и движется по невидимому следу. Феник рыщет в поисках объедков, оставшихся от менее осмотрительных существ. Кенгуровый прыгун использует ночь как прикрытие, чтобы избежать смерти. А каракал слизывает остатки жертвы со своих липких лап. Ночью в пустыне Гоби правят бесшумные охотники, а их добыча старается остаться незамеченной. Но не все умеют охотиться одинаково хорошо. В пустыне есть по крайней мере одно существо, до сих пор не привыкшее к ужасам ночи. В это время года молодой длинноухий тушканчик проживает свои первые недели без родительской опеки. Как и большинство представителей рода, эти тушканчики живут поодиночке и ведут ночной образ жизни. Но к ночной жизни на поверхности нужно привыкнуть. Их длинные уши невероятно чувствительны к звукам. Полезное качество, когда ты окружен хищниками. Прыгучесть тоже помогает выжить. Длинноухие тушканчики настолько пугливы, что в дикой природе их встретить сложно. Но если и повезет, то показываются они лишь на несколько секунд. Их тело наиболее развито для прыжков среди грызунов. Их задние лапы в четыре раза длиннее передних, что позволяет им взмывать воздух на три метра. Но такие высокие прыжки они используют лишь в чрезвычайных ситуациях. Успокоившись, тушканчик может сосредоточиться на своих делах. Оставшись без матери, эта самка учится жить самостоятельно. Слух у этих тушканчиков такой чуткий, что они слышат даже спящих насекомых. Но поймать их не так-то просто. Рацион для наухих тушканчиков почти полностью состоит из насекомых. Передвигаясь прыжками, они покрывают большие расстояния и не устают. С каждым новым успехом ее навыки улучшаются. Тушканчики не пьют воду, поэтому пища снабжает их необходимым количеством жидкости на несколько дней. Выжженный солнцем пустыня Монголии такая способность может сохранить жизнь, что доказывает справедливость фразы «Нужда мать изобретений». Летом в пустыне Гоби ночь длится всего несколько часов. За это время нужно успеть найти пищу. Для ушастого ежа это не проблема. он преодолевает до 8 километров за ночь. У этого самца зверский аппетит, но выбор здесь весьма ограничен. Ушастый еж способен обходиться без пищи и воды длительное время. При необходимости он может голодать до двух месяцев. будем надеяться, до такого не дойдет. Как и у многих видов ежей, зрение у него слабое, но этот недостаток компенсируется отличным слухом. Чтобы выжить в пустыне, ему нужны длинные уши. Они защищают от перегрева днем, а ночью наделяют ежа отменным слухом, который вместе с острым обонянием делает его прекрасным охотником. Эти ежи всеядны, но предпочитают питаться живыми существами. Милые с виду, эти ежи свирепые убийцы, но у них есть соперники. в пустыне живет жестокий ночной охотник. Скорпионы существуют на земле уже сотни миллионов лет, и они прекрасно умеют адаптироваться. По умению выживать им нет равных. С такой прочной оболочкой необходимости в костях нет. их кожа крепкий панцирь, который не дает им стать легкой добычей. Скорпионы безжалостные убийцы, на конце хвоста которых ядовитая игла. Внутри располагается пара желез, выделяющих яд с сильными нейротоксинами, которые парализуют и убивают жертву или животное, напавшее на него. Этот скорпион готов бороться за жизнь до конца. Несмотря на отчаянные попытки скорпиона ужалить голодного хищника, еж умело отражает атаку. Ужин в пустыне стоит того, чтобы сражаться. Неизвестно, когда удастся поесть снова. Борьба длилась недолго. Ужин из скорпиона полон протеина. Ежу хватит этого до следующей битвы. С рассветом ночные мародеры пустыни снова укрываются под землей. Но на горизонте возникает новая угроза. Этот пустынный обитатель остается загадкой для науки с самого момента открытия вида. Во всем мире эти создания персонажи легенд. У них два черных глаза и две пары внушающих ужас челюстей, способных разрывать жертву на части. Верблюжий паук способен догнать добычу, превосходящую его по размерам, разгоняясь до 16 километров в час. Это средняя скорость, с которой бежит человек. Но верблюжий паук не тот, кем кажется. Несмотря на название, он отличается от пауков. Это близкий родственник скорпионов, но тем не менее, он не похож ни на одно другое беспозвоночное. Они отделились от своих членистоногих собратьев 200 миллионов лет назад, образовав отдельный отряд сальпуги, что в переводе означает убегающие от солнца. Для жителя пустыни неприязнь к солнцу это больше, чем просто неудобство. Верблюжий паук получил свое название, когда исследователи обратили внимание, как эти животные выбегают из-под верблюда и предположили, что тот стал жертвой острых челюстей. На самом деле сальпуги просто прятались от жары. В отсутствие тени они роют в земле норы с завидной производительностью. Задние ноги также используются как инструменты. Ими сальпуга методично сгребает песок перед тем, как огромные челюсти начнут бороздить завалы на пути. Процесс завораживает. Неудивительно, что эти существа стали героями легенд. Помимо уникальных навыков ведения горных работ, мощные челюсти делают сальпук опасными хищниками. Гигантские челюсти не ядовиты, но они позволяют верблюжьему пауку вцепиться в добычу, зажав ее словно тисками. Челюсти сальпук настолько сильные, что в некоторых регионах их прозвали парикмахерами. Считалось, что в поисках тени сальпуги заползают в женские волосы, запутываются и потом выстригают их, чтобы освободиться. Если легенда правдива, то это мучительное испытание как для женщины, так и для сальпуги. Тонкие волосы на теле животного помогают обнаружить добычу, улавливая малейшее движение. Сальпуги больше доверяют своим чувствительным волоскам, чем зрению. Прыткая ящерица может стать прекрасной добычей. Ящерицы не такие быстрые, как сальпуги, и крупные размеры делают их желанной добычей. Но их не так-то легко одурачить. На счастье, сальпуги не все ящерицы такие сообразительные. Более молодой особи не повезло. Челюсти верблюжьего паука его главное оружие. Крепко вцепившись в жертву, он превращает плоть в удобоваримую мякоть. Чудовищный, но важный процесс. Возможно, именно благодаря ему эти существа пользуются дурной славой. День в пустыне продолжается, и солнце движется по небосводу. За ним поспевает ветер, он быстро проносится по пустыне. Весной его скорость достигает почти 100 километров в час. Ветер вздымает песок и сносит каждый встретившийся на пути камешек. Создаваемые ветром песчаные бури видны из космоса. Ветер сыграл ключевую роль в формировании ландшафта Гоби. Но в каньонах на южной окраине пустыни дело обстоит иначе. Немногие птицы столь же огромные, как питающийся костями бородач. Его рацион на 80% состоит из скелетов животных. Бородач раскалывает кости бросая их с высоты на скалы. Затем он проглатывает их. Высокая кислотность желудка позволяет переварить кости всего за 24 часа. бородач. единственная птица в мире, которая питается преимущественно костным мозгом. Бородач один из самых крупных грифов старого света. Зловещий стражник на границе пустыни. Солнце согревает Гоби и бородач взмывает верх на восходящих потоках теплого воздуха. С такой высоты отыскать пищу будет нетрудно. Для них Гоби лишь просторное кладбище. И с этого ракурса ясно почему. С высоты пустота Гоби становится очевидной. Пятую по величине пустыню мира покрывают пески. Ее размеры в 20 раз превышают размеры пустыни Мохаве в США. Виды почти всегда безупречны. Монголия известна как страна голубых небес. Здесь 250 солнечных дней в году. В трех тысячах километров отсюда дождевые облака стремятся преодолеть Гималайи высотой в 9000 метров. В южной части горной цепи влажно. Облака поднимаются вверх и вынуждены сбросить свой груз. К тому времени когда ветра достигают пустыни Гоби влага почти полностью уходит из воздуха. Но это не значит что земля бесплодная. На травянистых равнинах на краю монгольской пустыни обитают удивительные бегуны. Джейран парнокопытная из-под семейства антилоп. Их чаще ассоциируют с Африкой чем с Востоком. Но они истинные обитатели пустынь. Они встречаются по всей Азии от Ирана на западе до восточных границ Монголии. Они получают воду из растений поэтому потребности в питье у них почти нет. Их узкие челюсти состоят из рядов резцов позволяя животному выбирать самые питательные растения. Даже их шерсть приспособлена к жаркому климату. Она отражает полуденное солнце. Кроме того они способны выдерживать увеличение температуры тела на 5 градусов. Для сравнения человек может умереть при скачке температуры на 2 градуса. Если ничто не помогает они могут снизить температуру тела при помощи учащенного дыхания через нос. Но жара не самый страшный враг Джейрана. Этот вид под угрозой вымирания. джейраны объект охоты волков и людей. К счастью они быстро бегают. Они могут мчаться со скоростью почти 50 километров в час. Настоящие спортсмены пустыни. Затаившиеся в траве создания одни одни из самых успешных животных монгольской пустыни. Они могут вас удивить. Сейчас песчанки популярны как домашние животные. Но родом эти необычные зверьки с травянистых окраин пустынь. из-за среды обитания этих грызунов раньше называли крысами пустынь. Нелесное сравнение для этих крошечных обитателей песков. Большие песчанки самый общительный вид среди своих собратьев. Они предпочитают жить большими группами. Это самые крупные представители песчанковых и потому желанный обед любого крылатого хищника. Найти здесь укрытие не так-то просто. вместо этого песчанки пользуются особыми приемами. Их песочный окрас сливается с цветом пустыни. Большое среднее ухо позволяет различить такие низкочастотные звуки как зловещие взмахи крыльев хищника. Крупные выпуклые глаза увеличивают поле зрения. А кисточка на конце хвоста отвлекает внимание птицы. В крайнем случае зверек ныряет в сеть подземных нор. Туннели ведут к запасам пищи, гнездам и другим выходам. Их размеры до двух метров в глубину и до восьми метров в ширину. Сейчас путь свободен и этот самец может продолжить бесконечное занятие по запасанию пищи и набить брюхо. Почти все время он проводит в поисках семян кореньев и растений с невероятной скоростью сгрызая все съедобное что встречается на пути. А остальное тащит в нору. Песчанки всеядны но предпочитают растительную пищу. Хотя другие жители Гоби отличаются жестокостью когда речь заходит о еде. В пустыне Монголии обитают настоящие варвары. Роющие осы Эта группа ос роет гнездо или скорее могилу. Роющие осы охотятся на других насекомых. Эта самка крепко сжимает в своих лапах муху парализованную ядом но все еще живую. Оса достраивает туннель к своей норе где она зароет свою добычу чтобы затем ее заживо съели личинки. Но кто-то встал на ее пути. Пока осы не было дома в норе поселилась ящерка и осам она не рада. Эта ящерица выталкивает осу головой но оса упряма. Она не сдастся пока не выдворит незваного гостя. Наконец ящерица не выдерживает. Ящерицам живется нелегко в пустыне Гоби. Атака со стороны ос еще не главная беда. Теперь на охоту выходит стая азиатских кекликов. Эти птицы получили свое название из-за характерного клича. Их любовь к пению делает их своеобразными стражами пустыни. Большую часть дня они заняты поисками пищи среди песков Гоби. светло-коричневый окрас позволяет не выделяться на фоне пустыни. На счастье ящериц взрослые особи вегетарианцы и питаются преимущественно листьями, семенами и травами растущими здесь круглый год. Они также едят песок и мелкие камни, которые перетирают пищу в мускульном желудке птицы. А в Гоби недостатка в песке нет. В Гоби наступило лето. Температура воздуха может достигать 40 градусов. Это земля крайностей. Температура может изменяться на 30 градусов в течение одного дня. Каждый обитатель этой пустыни должен быть полностью приспособлен к выживанию в суровой среде. Двугорбые верблюды умеют мастерски запасать воду. Они могут выдерживать повышение температуры тела на целых 9 градусов и при этом даже не потеть, экономя до 5 литров жидкости в сутки. это означает, что верблюжий навоз гораздо более сухой, чем коровий. На этой пустынной земле кучи навоза встречаются повсюду, так что одному из местных жителей нет смысла быть разборчивым. Экскременты пиршества для оказавшегося рядом навозного жука. Способность перемещать шарики из навоза в 50 раз тяжелее собственного тела делает этих крошечных жуков сильнейшими животными на планете для их размеров. Навозному жуку важно, чтобы навоз был от травоядного животного. Эти жуки так давно населяют планету, что их предки питались навозом динозавров. После тяжелой работы этот целеустремленный жук заслужил обед, спрятанный внутри. Жук высасывает питательные соки с вкуснейшими микроорганизмами. Такой прагматичный подход к питанию означает, что навозные жуки обитают на всех континентах. кулан. К кулан не такой распространенный вид, как навозный жук. лошадиных 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 кулан самый распространенный из всех подвидов. Он живет на земле уже более 40 тысяч лет. Но численность этих животных сократилась и теперь их редко увидишь в Гоби. Шести с половиной тысячах километров отсюда на Ближнем Востоке численность их собратьев была восстановлена. Куланы теперь встречаются в Иордании. Они питаются скудной растительностью региона. В поиске воды постоянная проблема. На их территорию претендует домашний скот. Поэтому места их обитания раздроблены. в Монголии домашний скот отнимает единственную пищу куланов. И что еще хуже примерно 20% популяции ежегодно убивают браконьеры. Выносливое тело обеспечивало кулану успешное выживание в прошлом. Но для выживания сегодня необходимы усилия со стороны людей. Недавнее изменение в законодательстве привели к тому, что многие монголы возвращаются к кочевому образу жизни. Если люди найдут способ взаимодействовать с природой и пользоваться ресурсами вместе, а не отнимать их, то в Гоби найдется место для всех. На самой западной окраине монгольской пустыни Гоби песчаное плато сменяется горной системой алтайских гор. Монголия, пустыня Гоби. Горы служат также естественной границей между Монголией и тремя другими государствами Россией на севере, Китаем на юге и Казахстаном на западе. Центрально-азиатский горный козел прекрасно чувствует себя в горах. Эти крупные дикие козлы живут в стадии до 20 особей. Они созданы для того, чтобы жить высоко в горах. Их копыта выполняют функцию присосок, поэтому у горных козлов всегда есть устойчивая опора вне зависимости от уклона. Плотное телосложение означает, что у них большой объем легких, а это жизненно важно, чтобы карабкаться по крутым скалам. на таких высотах на окраине Гоби зима наступает рано. Для центрально-азиатского горного козла это хорошая новость. Молодой самец принюхивается, чтобы понять, нет ли поблизости готовых к спариванию самок. Он уже достиг половой зрелости, но в этом деле явно новичок. Самки и смотреть не хотят в его сторону. Самцы достигают половой зрелости к пяти годам, но прежде, чем дойдет до дела, могут пройти годы. Крупные самцы весом более ста килограммов настоящие казановы. Они полностью контролируют свои гаремы. Их шерсть темнеет с наступлением периода гона. Это еще один отличительный признак помимо огромных рогов. В обычных условиях этому молодому самцу пришлось бы вступить в бой, прежде чем приблизиться к самкам. Но сегодня вожаку нет до этого дела. Он знает, что самки еще не готовы. Так что он позволяет юнцам опозориться. Пройдет еще несколько недель, прежде чем самки будут готовы к спариванию с главными претендентами. А пока стадо в сборе для одного из самых главных событий года. Большую часть года половозрелые самцы живут поодиночке или с другими самцами и встречаются с самками во время гона. Козел трет с рогами о куст, показывая свое превосходство и раззадоривая себя. Он преследует самку, выражая заинтересованность. Пробуя воздух на вкус, он определяет плодовита ли самка. Самец старается изо всех сил и у него появляется шанс. Марафона не вышло, но и это считается. Теперь ему нужно убедиться, что именно его семя прорастет. Прогоняя других ухажеров, он заботится о том, чтобы в следующем поколении козлов были и его потомки. Влияние глобального потепления чувствуется во всех уголках земного шара. И Гоби расширяет свои территории в Центральной Азии. Алтайские горы единственная граница между пустыней Гоби и Западом. Но на юг Гоби распространяется без преград. Каждый год пустыня поглощает территорию большую по размерам, чем Йосеметский национальный парк в Калифорнии. За миллионы лет в пустыне Гоби животные приспособились к непростым условиям. Привыкли к жизни почти без воды и с экстремальными перепадами температур. Полное лишение жизни в суровых условиях способствовало эволюции местных обитателей. Гоби населяют животные с редкими умениями. Но шансы на выживание в таких беспощадных условиях всегда балансируют на грани. Монголия страна кочевников. Успех людей зависит от природы и теперь у них есть общая цель. При бережном отношении Гоби останется приютом для удивительных существ, сражающихся за выживание под бескрайним синим небом. Программа озвучена на студии Велес. Текст читал Александр Васильев. Редактор субтитров Корректор А.